Время закладывать сады. Это тема дня. Я, Анна Тур, здравствуйте. На Кубани в ближайшие два месяца появится почти полторы тысячи гектаров новых молодых садов. Об этом сообщает региональный Минсельхоз. С начала года садоводы уже заложили более 400 гектаров, а в целом за последние три года эта цифра выросла почти до 6000 гектаров. В крае активно работает господдержка при закладке новых садов. Так, в 2019 году на отрасль была выделена из бюджета 860 миллионов рублей. На сегодняшний день край является ведущим регионом России по садоводству. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны. По данным Минсельхоза региона, урожай плодово-ягодных культур в промышленных предприятиях края превысил 300 тысяч тонн. Подробнее о развитии садоводства мы прямо сейчас поговорим с нашим гостем. Это Николай Алексеевич Ербаков, генеральный директор Союза садоводы Кубани. Николай Алексеевич, здравствуйте. Но для начала хочу уточнить, еще идет уборка же у нас, да, я так понимаю, яблок? Да, не все хозяйства, не все фермеры еще убрали и показали свои результаты. Показатели, которые Минсельхоз наш, вот рапортута которых около 300 тысяч тонн с гектаром, соблюдаются? Вернее, не соблюдаются, а совпадаются? Не менее 350 тысяч тонн на данный момент времени, более 350 тысяч тонн. Если говорить о новых садах, да, вот эта тема, о которой мы сегодня в эфир хотим посвятить, насколько активно садоводы пользуются господдержкой в этом направлении? Ну, крайне говоря, деньги все осваивают, которые выделяются. Если будет выделяться больше, будем осваивать и больше. Так что готовы, да? Готовы, готовы. Сейчас появляется много фермеров и крупные предприятия закладывают. То есть интерес к садоводству сейчас есть, и мы пользуемся господдержкой, закладываем сады. В одном из эфиров, в который приходили тоже, в том числе, эксперты Министер сельского хозяйства, они сказали о том, что это одна из приоритетных отраслей для нашего региона. Если сравнивать, например, урожайность и эффект, я имею в виду, прибыль от одного гектара, например, пшеницы и одного гектара сада, то разница почти в 10 раз. Если будет такое большое количество у нас садоводов, как вы думаете, эта конкуренция ударит по отрасли, либо наоборот поддержит ее? Вообще садоводство – это одна из путей интенсификации растеневодства. По нашему анализу данных, мы брали за три года, с гектара зерновых можно получать прибыль 15 тысяч гектара. А с гектара сада 300 тысяч. То есть вот 20 раз, да, так и есть. Ну, 300 – это мы брали анализ по краю за три года, цифры брали, конечно, там, может, они сейчас с каждым годом более садоводство становится более суперинтенсивным, цифра будет прибыль из гектара садоводства будет расти однозначно. Поэтому это один из путей интенсификации растеневодства. Земли, я повторюсь, земли больше не становится. Не становится, а прибыли получать надо больше. Но и при этом для того, чтобы мы накормили свою страну, по подсчетам некоторых экспертов, мы должны заложить садов столько же, сколько у нас есть в России. Ну, вот если есть на Кубани 30 тысяч гектар садов промышленных, промышленных, столько же заложить, если мы закладываем в пределах 2000 гектаров в год, то надо нам 15 лет, чтобы заложить столько же, сколько мы имеем. Так что у нас еще неисчерпаемые ресурсы, резервы в этом отношении. Закладывать и закладывать. Все ли земли также подходят одинаково для сада, как, например, для пшеницы? Не придется ли аграриям выбирать между садоводством и растеневодством? У нас на Кубани уникальные условия для садоводства. Есть отдельные участки, которые уплотненные, есть места, которые засоленные, почвы, которые не подходят. Вообще для садоводства основные критерии, ограничивающие выращивание садов, это плотность почвы и засоление. Это самые два фактора. Такие есть почвы в нашем крае, но их немного, по большому счету. Конечно, у нас уникальные условия, и основные площади края подходят для садоводства. Если в других регионах ограниченный фактор является, допустим, морозы, возвратные заморозки, у нас в этом плане нормальное дело. Только вот почва, а почва в основном себе подходит. Так что у нас условия уникальные. Николай Алексеевич, а те программы господдержки, которые сегодня доступны садоводам, расскажите о них подробнее, которыми пользуется и ваш союз, и с которыми активно и эффективно можно работать. Самая главная, основная программа поддержки садоводов, это возврат частей средств на закладку многолетних насаждений и уходных работ за ними до вступления в подвозношения. Это федеральная программа, софинансирование так называется, выделяется, если не боишься, 76% выделяется федералами, и 24% добавляет край. Вот у нас в регионе, процент соотношения в разных регионах он разный, но у нас вот такой в крае в нашем. Вот это основная программа, и по ней было в этом году освоено больше 600 миллионов рублей. Это основная программа. То есть садовод или существующий, или начинающий закладывает сад, и в зависимости от интенсивности этого сада выделяется, возвращаются затраченные средства на закладку этого сада. Если говорить о перспективности этого вида бизнеса, вот допустим, придет завтра к вам человек, скажет, хочу выращивать на Кубани яблоки, что прежде всего вы ему бы совету здесь делать? Ну, надо работу провести с ним, сказать, что государство-то помогает, это само собой, но оно не может обеспечить полностью человека ресурсами, то есть должен быть какой-то инвестиционный запас обязательно. Локомотив. Как вот я называю это локомотивом. Понятно, если это существующие садовод, они все знают, они просто берут, закладывают, рассчитывают свои силы, сколько там в перспективе нужно холодильников, в сортировочной линии и так далее. То есть существующие садоводы об этом знают. А начинающий садовод, начинающий фермер, я вот не сказал еще по второй программе, и вторая программа у нас поддержка, это малый сад, где фермер начинает, начинающий может получить 3 миллиона на 4 гектара. Сейчас, кстати, в настоящее время идет прием документов в министерстве сельского хозяйства, вот именно по этой программе. Начинающий фермер приходит, говорит, хочу стать садоводом. Мы начинаем с ним разговаривать и спрашиваем, есть... Понимание. Есть понимание, что помимо государственных денег нужно закладывать свои. Нужно покупать технику, нужно делать бригадный стан, нужно нанимать специалистов. Если у людей есть по этому поводу понимание, значит, мы начинаем говорить, что нужно сделать анализ почвы на садопригодность. Для этого есть специалисты, которые анализируют почву. Есть участки, которые могут подойти под яблонь, но не подойти под черешню, допустим, или подойти под сливу, но под выялыча, но не подойти под яблоню. Вот такие даже бывают ситуации. То есть человек делает анализ почвы, снова приходит к нам в союз. У нас есть специалисты, которые начинают с ним работать. Специалисты есть, которые могут посоветовать какой-то сорт? Вот с точки зрения питомников, как лучше выбрать? Да, сорта далеко еще. Да, сорта далеко еще. Сначала нужно говорить о том, что есть разные породы, которые в нашем крае основные растут, которые можно выращивать. Слива, черешня или алыча, слива, то есть вишня, яблоня и так далее, основные. Но персик это на лабережье, Тиминский район, она Патаманская зона, а вот на основной, в Степной и Центральной зонах нет. Кстати, вы знаете, что у нас недавно в наша крымская опытная селекционная станция вывела новый вид черешни? Вид черешни или сорт? Ну сорт, сорт, простите, да. Они постоянно выводят. Они вообще молодцы, прямо сейчас с нами на связи. Они постоянно, они вообще... Их руководители, давайте с ним поговорим как раз по поводу этого нового сорта. Виктор Геннадьевич. Виктор Геннадьевич, совершенно верно. Виктор Геннадьевич Еремин с нами на связи, директора филиала Крымской опытной селекционной станции Федерального государственного учреждения Следовательского института имени Вавилова. Здравствуйте, Геннадьевич. Здравствуйте, добрый вечер. Виктор Геннадьевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я знаю, что в последнее время у вас очень интересные достижения, вот именно сорт черешни какой-то интересный вывели. Можете подробнее рассказать, чем он характеризуется, чем он так уникален? Ну, вы знаете, у нас селекция – это необратимый и неостанавливаемый процесс, потому что бесконечно подходят более новые сорта, более перспективные, но адаптированы именно к тем условиям произрастания, в которых мы занимаемся культурой черешника, культурой производственной. У нас в коллекции более 400 различных сортов, которых мы используем лучшие сорта в виде доноров. Вот в последнее, в 2016 году мы передали очень два интересных сорта, это сорт «Эйфория», «Раннего соревнования» и «Амулет». На сегодняшний день станция производит более 90 тысяч сажиров, в процентном отношении эти два сорта занимают уже около 35-40%. Это в процентном отношении, если брать эти сорта, интродуцированные. Сорта эти очень пластичные, они могут производиться не только в зонах Анах, Атаманской зоны или Синоморского побережья Кавказа, но и в Краснодарском крае, как в северных районах Ростовской области и в странах республиков Кавказа. Понятно. Скажите, насколько активно предприятия местного садовода покупают у вас ваши саженцы? Ну, вы знаете, у нас, если есть дефицит в реализации, то это каждый год черешня. Мы фактически выращиваем только по заявкам. То есть, за год мы уже наших покупателей и, к сожалению, многие обращаются к нам уже в тот год, когда необходимо закладывать черешню, нам просто не хватает посадочного сняла, потому что, помимо уже устоявшегося конвейера хороших сортов, который зарекомендовал стабильностью подношения, мы выращиваем еще черешню и на подвоях клоновых селекций нашей станции, что позволило продвинуть черешню в далеко не благоприятные регионы, как Северного Кавказа, так и всего Южного федерального округа. Виктор Геннадьевич, а за какой промежуток времени, там, не знаю, за год, за два года, у вас нужно заказывать саженцы, чтобы точно попасть в число тех, кто будет ими обладать? Ну, во студии сейчас сидит человек, при том, никого, который прекрасно знает ответ на этот вопрос, но я не хочу расписаться о своем... Отличная передача слова! Это баба семейца. Спасибо вам большое, Виктор Геннадьевич! Слово передается в зал. За два года. Садоводи, что скажете? Если человек хочет заложить сад в 2021 году, осенью 2021 года, то, значит, надо вот сейчас... Звонить Виктору Геннадьевичу. Да, Виктору Геннадьевичу и договариваться об этом. Действительно, вот на новый уровень черешня вышла в связи с появлением подвоев, которые они сделали, вывели и продвигают. Это ВСЛ, там новый подвой БЕСТ. Это черешня, черешня, которая растет на этих подвоях, она, во-первых, в плодоношение вступает быстрее, во-вторых, деревья менее высокорослые, где-то процентов на 40 снижается сила роста, и, в-третьих, нет таких выпадов. Между сеянцами, допустим, той же антипки и сортом возникает на протяжении жизненного периода несовместимо, и дерево может резко высохнуть, потому что это сеянец. А это клоновый подвой, у них генетика одна, и поэтому, если он прижился с сортом, то выпадать не будет. То есть вот такие преимущества есть у клоновых подвоев. Подвой уникальные. Они распространяются не только в России, но и во всем мире, между прочим. А вообще с посадочным материалом есть проблемы у нас в России? Есть. В каких сорта, в каких видах? Ну, в Яблоне для суперинтенсивного садоводства мы себя не обеспечиваем разветвленными саженцами для шпалерных садов. Скажу так, у нас нехватка таких саженцев. Нехватка саженцев в черешне, вот на этом же ВСЛ. Вот в этом году, допустим, мне звонят со всех республик Северного Кавказа в надежде приобрести вот эти вот саженцы черешни на ВСЛ. Они занят вам, а почему не в институт? Да, потому что в Викторе нет уже этих саженцев. Они начинают... А некоторые не знают их, я их направляю туда, но там отсутствует. То есть, как бы, вот, ну... Я тоже выращиваю саженцы на этом подвое, поэтому наш питомник. Поэтому, как бы, ну, вот мы друг друга... Вообще, насколько черешня, на Ваш взгляд, Николай Алексеевич, такой перспективный вид для отрасли садоводства? Ну, мы же не кормим страну этими плодами, косточковыми, вообще не кормим. Если яблоками, мы там наполовину обеспечиваем, а косточкой, культурами этими мы... Да даже цифр не могу сказать. Не обеспечиваем вообще, скажем так, очень мало. Потому что мало территорий, где они могут произрастать? Или в чем причина? В том числе. В том числе, ну, как бы, эти культуры... Теплолюбивые. Ну, да, они теплолюбивые. Все-таки иногда они подмораживаются, иногда попадают под заморозки, под весенние. Как бы, даже наша зона для них рискованная, рисковая, да, как бы так. Бывает, бывает, и они страдают, и в зимний период подмерзает почка плодовая. И возвратные весенние заморозки будут, они сжажают уже цвет или даже плоды. Даже так. Вот. И поэтому, как бы, ну, не все рискуют сажать черешню. А вот на ваш взгляд, заниматься производством ягод в нашем крае прибыльное дело? Очень многие садоводы параллельно выращивают ягоды вот на той же территории, где растут у них, допустим, яблоки или косточковые. Ну, землянику выращивать можно. А вот все-таки малина, крыжовник и смородина в больших промышленных объемах, это не наша культура. А голубика? Ну, начали, у нас опыта мало. Ну, опыт есть. Давайте спросим у тех, кто есть. Ну, да, начали. Это еще не опыт. Два-три года, четыре, это не опыт. Людмила Алексеевна, здравствуйте. С нами на связи глава сельско-фермерских хозяйств. Людмила Алексеевна, хотим спросить. Вот очень много интересных информаций было по поводу вашего хозяйства. Я так понимаю, вы у нас единственная в крае, кто выращивает голубику? Ну, да. С первого года можно сказать. Да. А скажите, какие перспективы вы видите вот именно в этой ягоде? Почему выбрали именно ее и насколько подходит ей климат Краснодарского края? Ну, выбор спал потому, что вот в нашем крае, регионе ее практически никто не выращивает. То есть конкуренции нет в сегодняшний день. Климат подходит полностью. Она хоть и северная культура, но она очень любит солнце. Вот я наблюдала в этом году, она побеги вот за солнцем, как у подсолнуха, в течение дня поворачивается. И ягода у нас сладкая, много очень солнца, поэтому ягода очень сладкая получается. Скажите, она сезонная, у нее какой-то определенный период плодоношения, либо там она может быть круглогодичной? Ну, вот у нас получается ранние, средние, поздние сорта. Вот они растянуты месяц, одно идет плодоношение, потом другое идет средний, потом поздний. Начало июня и до середины августа мы, получая, собираем плоды. А если говорить о мерах господдержки, вы пользовались какими-нибудь видами? Или все сами? Да, да, я пользовалась. В 2016 году я участвовала в конкурсе на получение гранта начинающим фермерам. И вот Министерство сельского хозяйства полностью меня поддержало. Получила я полтора миллиона безвозмездно. Грантовая система была, да? Расскажите, пожалуйста, какие планы в ближайшем будущем у вас будете расширять площади ягодной? Может, какие-то культуры дополнительные еще добавите туда? Чем сейчас как раз будете заниматься? Да нет, я добавлять не буду. У меня 35 гектар. Вот на сегодняшний, в этом году я только заложила 7 гектар. Она очень сложная в агротехнике культура. Она в наших почвах не растет в черноземе. Мы искусственно создаем ей грунт, привозим торф кислый, верховой обязательно нужен, напилки хвойных пород. И чистый песок промытый. Вот это все мы смешиваем, в этот грунт мы ее ставим. То есть это получается очень дорогая идет закладка сада. Поэтому вот пока только настроена она закладку сада голубики. А что будет через лет 5, даже не знаю, не могу сказать. Скажите, а вот сейчас проблем никаких с реализацией нет? То есть может быть в сетях продаете вы ее или на ярмарках? Да нет, но на сети я еще объемом не вышла. Потому что я вот в этом году собирала урожай. Именно полторы тысячи штук у меня вступили в полное плодоношение. В 15-м году я заложила, только в этом году они вступили в полное плодоношение. Они только голубика, а в 5-летнем возрасте только вступает в полное плодоношение. Ну там около 4 тонн, мне практически все забрали с поля. И вот даже была у нас конкуренция, как вот уже я сейчас, получается, опыт немножко ко мне приходит. Белорусская у нас плодоношение России, Белоруссия, Кубань и Белоруссия совпадает. Вот когда уже пошла ягода белорусская, цена сильно упала на рынке. Но я вот держала цену, у меня все забрали именно по той цене. Ягода сладкая, крупная у меня была, хорошего качества. То есть сейчас надо упор делать на ягоду хорошего качества, высокого. А если говорить о саженцах, то где приобретали? Ну саженцы я брала и в Туле у нас, в питомнике, и в Белоруссии. Понятно, везде. И сейчас планируем сами черенками, ну как, саженцы выращивать. Спасибо вам большое и успехов вам в вашем деле. Николай Алексеевич, что скажете? Не, ну хороший пример, посмотрим. Пусть нам показывают, как это хорошую историю формирует. Еще в том году, по-моему, участвовали из Тимошевска ребята, там, послал Гербенский, тоже выиграли грант на голубику. То есть уже... Будем ждать, пять лет же у нее, она сказала. Да, да, но они там вроде бы уже получают урожай, там, на третий, там, или на чуть ли не на второй год. Так это же прекрасно, замечательно. Прекрасно, а урбика, тем более, она дорогая, пусть будет ее больше, будет дешевле. Спасибо вам большое, что смогли к нам сегодня прийти и рассказать о мерах господдержки, о том, как правильно начинать выращивать свой сад. Спасибо большое. Это тема дня, продолжаем эфир Кубань24, оставайтесь с нами.